Я назвал так вот провокационно Паркинсону Путина, ну, в общем-то, многие ставили диагноз именно эту болезнь Путину, очень многие, в том числе и Евгений, наш доктор, очень профессиональный невролог, который работает в США и, в общем-то, навскидку ставит такие диагнозы. То есть, сейчас мы вот имеем такого сумасшедшего, мягко говоря, есть такой у нас мем, такой хэштег, еще один ебнулся окончательно, ну, в общем, это Путин, да, еще один, который к этому большому, так сказать, племени сумасшедших причислился. Вот ты мне скажи, ситуация такая, да, болезнь тяжелая, наверняка он и до этого был не очень умным, а сейчас вообще полный дегенерат, при этом объявил войну. И вот меня интересует твое мнение, как юриста, давай, я, два юриста, три мнения, но я думаю, что мы с тобой сойдемся в одном мнении. Вот вокруг одни слабаки, мягко говоря, ну, если б был Марк Фегин или Слава Мальцев там, среди этой толпы, Путин уже давно рядом с шаманом сидел, вернее, не так, вместо шамана, шаман гулял на улице с бубном, да, а Путин сидел в дурдоме, ну, потому что это весьма просто сделать. Я вот как раз, я не знаю, ты знакомился в свое время, в 2000 году с решением Верховного Суда по поводу статей Конституции об отстранении президента. То есть, Путин только что стал президентом и был задан вопрос Госдумы, а как же отстранять, если человек поедет мозгами? То есть, импичмент прописан, а вот процедура другая не прописана. То есть, там написано, что утрата стойкой трудоспособности, ну, вот сумасшедшая эта утрата, там стойкая утрата трудоспособности, да? Конечно, да, но это ничего не прописано. Причем Верховный суд заявил, что важно, чтобы... Конституционный. Конституционный, да? Да, скорее, это конституционный, мне кажется. А, ну да, конечно, относительно конституции вопрос, да, что я говорю, конечно, да. Я думаю, что это Баглай еще, Баглай был... Да, 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 Конституционный суд, согласен, да. Он заявил, я просто, у меня какой-то остался вот еще с тех времен, да, это точно конституционный. Он заявил о том, что очень важный момент, что необязательно спрашивать разрешение президента, но и что процедура якобы прописана в Конституции. А там процедуры нет. И судья, я не помню, на В как-то фамилия какая-то украинская, причем, да, он особое мнение там свое высказал в письменном виде, соответственно. И там говорилось о том, что должен быть... Там двое все время высказали, Коновалов и Ярославцев высказывали, двое судей. Нет, там на В как-то фамилию... В 2000-м могли еще и другие высказали. Да, вот, и там очень интересно было, что он пишет от судья, и, ну, я помню, давно был, 22 года назад, но, о чем у меня осталось в памяти, что нет федерального закона. Прошло 22 года, федерального закона нет, у людей смелых руки развязаны. Ну, ты понимаешь, когда нет федерального закона, а конституция предусматривает, то ты собираешь консилиум, консилиум выносит решение, что это придурок, и все. И дальше, дальше никто ничего сделать не может. Это же не импичмент, здесь не нужен ни Совет Федерации, ни Госдума. Никто не нужен, представляешь? И когда все трусы, то получается, что снять его нет, не представляется никакой возможности. Потому что кто же соберет этот консилиум, нет такого лица, понимаешь? Вот вопрос к тебе, почему сейчас, когда такая опасность, что он применит ядерное оружие, когда он объявил войну, когда самое то время, чтобы его взять за жабры, потащить куда-то, даже не надо никуда тащить, его же врачи исследуют, исследуют. Они кому-то подчиняются, подчиняются. Собрал консилиум врачей, пришел, сказал, так вот, бумажечку мне напишите. Причем придумывать ничего не надо. Он дурак, дурак. У него есть эти проблемы? Есть. Ну, напишите, пожалуйста. Ну, написали. Все. Больше ничего не нужно, чтобы отстранить его от власти. Мишустин сто дней исполняет обязанности. Все. Почему? Вот вопрос, сделают они это или не сделают? И если не сделают, то почему? Или сделают, то почему? Ну, Россия по закону не живет. Мы с тобой знаем это. В России законов нет. Но, может, оно так и получится, когда происходят другие условия. Понимаешь? Ведь это и не происходит. Почему? Потому что, как мы знаем, в законах выражается воля. Политическая, прежде всего. Но некому выражать, нет политической воли. То есть, если представить себе изменение положения в степени, которое позволило бы эту волю проявить. Ну, например, Путина разбил бы, как ты говоришь, Паркинсон или инсульт или еще что-нибудь. О, тут очередь выстроится. Из таких, которые захотят быстрее спрыгнуть с ответственности за то, что творилось при четверти века. Ну, там, меньше. Да, при Путине, там, уже скоро 23 года. И, наверное, они какой-то такой способ-то выберут. Ты знаешь? Я бы не исключал, что либо на одно спишут, либо на другое. Тем более, что в России это модно. Я тебе напомню, 91-й год, август, Путин, извини, Горбачева, его же под предлогом в Форосе заперли. Публично, наверное, сказали, что он нездоров. Там не поясняли, как он нездоров. Но предлог это звучал. И, кстати, Горбачева это тоже устраивало. Он там и, собственно говоря, не проявлял никакой активности. Сидел в своем Форосе, пока ситуация за три дня не разрешилась. Ну, не переломилась. Поэтому это модненько. Это модненько по состоянию здоровья. Кстати, сказать, мало кто знает, что Хручеву тоже формально одним из предлогов был именно уход на пенсию. И по состоянию здоровья, ну, там другие были претензии. Поэтому представить себе, что это путь для какой-то способа такого относительно мирного, легитимного отстранения Путина от власти, он приемлем. Что касается его возвращать здоровье, позволяет ли, и что делать, если. То, что Путин нездоров, это факт. Мы можем сейчас перечислять. Мы с тобой не раз обращались к этим видеокадрам. То фейковым, то дипфейковым, то каким, как Симона. Ты же говорил Симона, да? Да, да, конечно. Как Симона назовем это, да? То есть, это бесконечно. Вереница то у него что-то подрагивает, то у него пальцы какие-то подагреческие, то он, значит, сидеть не может, то в стол сцепляется, хер поймешь, что там с ним происходит. Но есть конкретные факты, подтвержденные изданием проект, которое проявило расследование. Я думаю, что им просто слили эту информацию кто-то из администрации президента, ну, или окружение. Где мы видели, что его целая бригада медиков его сопровождает, и один из них онколог. Савелев, по-моему, его фамилия. И причем приведены документы, что он жил в Розахуторе, значит, в Сочи, рядом с его резиденцией Бочаров-Рючей. И постоянно его везде сопровождает онколог, да? Ну, вот нахрена сопровождать онкологу, если для этого нет предпосылок. Значит, что-то там есть. И, возможно, это действительно связано с эндокриной или какой-то еще системой. То ли в ремиссии, то ли он болен. Но ведь в этом году ему 70 лет, поэтому само физическое нездоровье его может охватывать. Почему, собственно говоря, нет. Тем более, что он в вечном стрессе, и этот стресс влияет на его психофизику, несомненно. То есть, отрицать это просто глупо. Теперь насчет его психического здоровья. Ну, честно говоря, когда я за ним наблюдаю, и вот то, как он засаживает все свои эти заявления безумные, с угрозами и так далее. Ну, складывается впечатление, что человек в своей параноидальности дошел до какой-то уже клинической стадии. У всех у нас есть какие-то там, да, темные стороны. Расстройство личности, каждому второму диагнозу, кстати, ставят. Расстройство личности – это не психическое заболевание. Это особенности развития, наложившиеся на некие условия. Но там-то гораздо серьезнее ситуация. Я уверен, что она серьезнее. Потому что, значит, ядерная кнопка находится… Ну, понятно, что она образ ядерной кнопки. Это не то, что он нажал и полетел. Мы с тобой это обсуждали. Но находится у человека. Предсказать реакцию его поведения, его заявление невозможно нормальному человеку. Пример. Простой пример. Вот смотрите. Ну, то, что он лжет вечно, он открывает рот и лжет. Открывает и лжет. И если мы это могли бы отнести к его политическим качествам, к его чекистскому прошлому и так далее. Ну, вот даже простой пример. Он буквально там на днях заявил, что не надо штурмовать. Что его он сказал? Не надо штурмовать, значит, Мариупольский этот Азовсталь. Все эти дни и в тот же день, и до этого, и после продолжается осада и штурм этого Азовстали из земли. И обстреливают и так далее. Ну, кто-то скажет, ну, понятно, он как бы так сказал для публики, а сам, ну, вот как бы хитрожопый, ну, давайте их там добивайте, и мирных граждан уничтожайте в катакомбах, и защищающихся, и так далее. Ведь он живет, возможно, и такое объяснение в каком-то своем мире представлений. В котором для него именно таким и является этот мир, да, такой своеобразный, при котором слова ничего не стоят. И он, значит, будет говорить, а что, в Буче ничего не произошло, никто никого не насиловал, не убивал, не мародерствовал, значит. В Мариуполе, ну, как же, ну, белые, черные, да, вот мы говорим. И смотри, под него, под его безумие стилизуются его же подчиненные. Лавров. Простые заявления, пример. Значит, в Стамбуле он, а не в Стамбуле, они встречались с министром иностранных дел Кулебой, Украина, он заявляет. А мы, говорит, на Украину не нападали. Ну, любой нормальный человек, вы ебаные, что ли, как не нападали? А это что? Нет, мы на нее не нападали, и там, наверное, мы защищаем ДНР, ЛНР, там, в Киеве, и хуй знает что. То есть, мы имеем дело, с одной стороны, с людьми больными, и с людьми, вот, даром, что Пасха, нынче всех поздравляю, что называется, православных. Но мы еще имеем дело с людьми абсолютно черными, сатанински черными, понимаешь? Для которых, там, зло, добро, ложь, правда, слово, дело. То есть, мы имеем дело с людьми, которые, собственно, дошли до той степени сатанизма, при которой уже они моральной вот этой обязанностью, хоть минимальной, минимальной они не чувствуют, понимаешь? А это может быть свойственно и человеку нездоровому психически, в том числе. Потому, что он за свои не отвечает. Я вот жил во дворе в Самаре, и жил, может, кто знает, в Самаре район Запонской. Там у нас тот еще райончик был. Мы в самомном сидевшие жили. У нас был один сумасшедший. Вот. Во дворе жил. Он в свое время ящиком охерачил. Он на заводе работал. При заводе он просто носил. Он, представитель, со справкой был сумасшедший. Вот. Охерачил ящиком человека. Понимаешь? Как ни в чем не было. Ну, все его дразнили. А я с ним дружил как-то. Он был самый настоящий больной. У него шизофрения была, диагноз. Все. Ну, как в любом дворе есть такой больной парень. Вот. Не знаю, что с ним стало. Сейчас он, наверное, уже старый человек. Может, умер. Вот. Но сам факт, что он приблизительно напоминал мне вот этого Володя Путина. Он мне напоминает. Он тоже. Он ходил и всем рассказывал какие-то совершенно безумные истории. Подходил к людям, так сказать, на улице и так далее. И приблизительно вот такой же у него монолог был. Он рассказывал какие-то вещи, которые невозможно назвать реальными. Но он их произносил с таким лицом, что как будто это вот он сам участник. Он там про Д'Артаньяна рассказывал. Еще что-то. Что он с ним встречался и так далее. Приблизительно вот такой я наблюдаю за Путиным. Я не специалист. Я ничего не утверждаю. Но ведь у этого человека, значит, в руках, извините меня, термоядерное оружие и заряды, которые он может просто-напросто фигануть. Вы понимаете это или нет? Там вообще население отдупляет, что вас в обратку сожгут просто всех там. Что в Москве, что в Якутске. Вот это внушает действительно опасения, как провести, что называется, пациента анализ и закрыть его смирительную рубашку. Я тебе не скажу, я не знаю. Пока я не вижу пути. Чтобы кто-то там прибежал, Мишустин с кем-нибудь, там, не знаю, с Бортниковым и завязали его сзади. Но, честно говоря, его здоровье вызывает огромные вопросы, которые уже мы находимся в той стадии, когда действительно, тут я уж не знаю, не до консилиумов. Сейчас уже как бы вопрос о безопасности человечества. И очень странно, что к этому так снисходительно относятся россияне, которые для них отправятся в рай, это слова какие-то. Вот давайте говорить себе, что мы в рай отправимся. Идет, вы просто сгорите живьем вместе с детьми, с домашними животными, с усадебными хозяйствами и так далее. То есть, вы понимаете, что это не какая-то пуля небумажная, как я говорю. И атомные бомбы, и заряды, которые полетят в сторону России после подобного шага, они тоже самые что ни на есть настоящие. Когда люди бегут без кожи, понимаете? Как это происходило в ряде учений в Советском Союзе, когда на солдатиках испытывали атомные бомбы-то. Вот я не знаю, вот мне кажется, что вот это очень своевременно сейчас начать об этом говорить. Причем говорить об этом уже серьезно, на уровне... Это уже поздно говорить, надо действовать. Говорить надо было тогда, когда мы об этом говорили. Слушай, от слов до действия шаг короткий, ему же предупредили. Вот Джонсон, он же что сказал? Только попробуйте, мы не консультируясь с НАТО, вам охерачим. Тут уже повторили из американской институты. Сегодня, кстати, Блинкин с Остином, министром оборон, приезжает. Видимо, что-то приблизительно такое же будут обсуждать с президентом Зеленским. Они в Киеве, да? Ну, что, типа, если уж он по вам ударит тактическим оружием, ну, что делать? Придется его охерануть. Вот я так себе это представляю, потому что... Ну, погодите, это если опять выражать озабоченность после того, как он применит пятикилотонную бомбу, там, не знаю, в отношении Киева или Львова, или кого ему придет зафигарить, да? Ну, так, ребята, а остальной мир что? Это же, там, ладно, там нарушение конвенции, все их эти конвенции о нераспространении наружу, недопустимости угроз его и так далее. Это все понятно, это мы все знаем. Что все нарушено, они внутри международного права не находятся. А о безопасности человечества кто-нибудь думает, вообще говоря? Вот кто об этом думает? Мне все время интересно это. Продолжение следует...